Привет, ребята! Это Инстанция, программа о независимом искусстве, модной музыке и актуальной литературе современного Казахстана. Меня зовут Александр Нужный. На прошлой неделе отгремел литературный форум Полифония, одним из девизов которого было «Читай казахстанское». Но не все поняли это буквально. Кое-кто интерпретировал по-своему. Наши агенты были на встречах с Янушем Вишневским, Бахаджаном Конопьяновым и Бахатом Кинжеевым. Последний, кстати, проявил патриотизм и прямо на встрече с читателями прихлебывал наш отечественный казахстанский коньячок. Чувак, респект и уважуха. Потребляй отечественное. Прямо сейчас, наверное, самый известный из молодых казахстанский художник, куратор и галерист Серик Буксиков вывозит в Астану свой проект «Первый арт-завод». В этот раз за основу был взят пинап, стиль, возникший в конце прошлого века, когда для рекламы стали использовать красоток, часто полуобнаженных, перерисованных с фотографий. Надеюсь, запустил интригу для астанинских поклонников современного искусства, а сам Серик Буксиков накануне заходил к нам в студию и рассказал о подробностях. Никто из художников не говорил о чувственности, о сексуальности, о красоте, о женщинах и так далее. То есть в СССР секса типа не было. Уважаемые астанчане и гости нашей столицы, приглашаю вас на первый арт-завод, который состоится 6 ноября в торгово-развлекательном центре СРРК на первом этаже в Атриуме в 5 часов. Независимые казахстанские музыканты, а я имею в виду тех, кто не связан какими-то обязательствами и контрактами с продюсерами и лейблами, не так часто радуют нас своими новыми видеоработами. И поэтому каждая такая работа для нас ценители, а я думаю, что мы с вами ценители, это большой праздник. За неделю долгожданные видеогруппы Дагуда Джаз до следующего лета собрало на их канале Ютуба около 70 тысяч просмотров. Для казахстанского интернета это прецедент. Свои активы для снятия этого видео группа пополнила поддержкой одного известного бренда пенного напитка. И фанаты даже бурчали в сети, намекая на меркантильность музыкантов. Я же рад от того, что бизнес наконец-то оценил потенциал независимых казахстанских музыкантов. Ищем в сети в аккаунтах группы Дагуда Джаз до следующего лета. Мы не видели, как недели летят. Солнце глаза ослепило. Мы растягивали ночи, как могли, до нового подъема светило. Мы орали, срывая свои голоса, не жалея об этом ни капли. И не надо ни дня нам обратно назад. Мы все помним, и этому рады. Пусть улетит даль груст. От меня до навсегда я не зарекнусь. Ведь я сюда вернусь. Может и через года. Жаркое солнце, горячий песок. Воспоминания пьют прямо песок. Одноженные тела тут на любой сорт. И через год нас туда плавь с тобой унесет. В прошлый раз, скорее всего от волнения, совсем все напутал с афишей. Сейчас буду исправляться. В самое ближайшее время нас ожидают концерты российской металлической группы Аматори. 8 ноября Алматы. 10 ноября Караганда. 11 ноября в Алматы группа Brainstorm. 13 ноября в Астане прозвучат известные хиты Мама Азия, Чудная долина и Давай лаве. До столицы наконец-то доедет мистер Кредо. 29 вы уже все знаете. В Алматы концерт группы Лим Бискет. Ну а в самом начале декабря всех поклонников группы Чаев ожидает их казахстанский тур с программой «Рожденные в Свердловске». 9 декабря Алматы, 11 Караганда и 12 Астана. На этом у меня все на сегодня. Это была инстанция. Программа о независимом искусстве, модной музыке и актуальной литературе современного Казахстана. Меня зовут Александр Нужный. Ставьте лайки под видео. Подписывайтесь на наш канал. Ну а закончим мы сегодня фрагментом совсем нового видео «Сердце» от Батагоса Ерембетовой и группы Мэдисон. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok